Матхульк, привет всем! Разбор задачи номер один, я бы сказал скандальный разбор, я так попробую написать, скандальный разбор задачи номер один из физтех-олимпиады, олимпиады, которую я тут рекламировал Ландау физикоисследования. Итак, предложена была задача год назад, да, я почему пишу скандальный, есть тут как бы три задачи там было, ну там на геомы я не смотрел, но третью решил в одну секунду, она абсолютно тривиальная, полностью, совершенная тривиальщина, вот, а первую совершенно никак не мог решить. Мне потом предложили несколько решений, примерно однотипных в интернете, все эти решения содержали существенный изъян, были простые, но содержали существенный изъян. Я спросил, вы можете его исправить? Никто не исправил в комментариях, и у меня есть глубокое подозрение, что составители этих задач не понимали, что в этом решении есть изъян. Я прошу прощения у коллег из физтеха, но это физики, а не математики, они иногда не разбираются в некоторых тонкостях, так бывает с физиками. Вот, так вот, на сейчас я попробую восстановить их решение, как это, the proof to be, как говорили те, кто придумал за фирма его вот это короткое доказательство, да, что якобы доказательство фирма считается, что известно, как именно он ошибся, конечно, никто точно уже это не проверит, но в случае с физтехолимпиадой можно просто спросить коллег, коллеги, вот это доказательство вы имели в виду или нет? Если это, то вы ошиблись просто. Если нет, слушайте, если на самом деле там есть очень короткое доказательство, простое, я снимаю шляпу и я признаю, что не нашел его, вот, ну, блин, да, балда не доросла. Ну, так, поехали. Задача номер один такая. p от x это многочлен с целыми коэффициентами, как мы бы вот так вот написали. Дано, что для некоторых, некоторых целых z, p от a умножить на p от b равно минус a минус b квадрат. Доказать, p от a плюс p от b равно нулю. Я вошел в ступор вначале, и мне начали приходить вот на, я написал, ребят, кто быстро это решит. И мне прислали следующее неверное решение. Итак, внимание, неверное решение. Коллеги из LFI, пожалуйста, скажите, его ли вы имели в виду, и оно ли написано как решение там где-нибудь на сайтах, да? Это неверное решение. Ну, например, такое. q от x, пусть по определению будет равно p от x плюс a. Переобозначение, переобозначим. Но тогда понятно, что вот этот многочлен тоже с целыми коэффициентами. Если мы просто подставим, да, многочлен p, x плюс a, раскроем все скобки, там нигде не возникнет ничего не целого. Вот, поэтому и это нам сильно упростить ситуацию. Тогда условие такое. Условие будет следующим. Как легко понять? q от 0 на q от b минус a. q от b минус a равно минус, значит, a минус b квадрат. Или, что просто для c, ну, обозначим, c равно там a минус b или b минус a, это неважно. Для c минус b, для c, равная b минус a, имеем, что q от 0, q от c равно минус c квадрат. Вот. И вот здесь делается неверный вывод, что из этого следует, что либо q от 0 равно c, а q от c равно минус c. Либо наоборот. Вот. Ну, и там, значит, на самом деле еще возможен случай, что здесь единица, а здесь c квадрат. Но это несовместимо с тем, что это, на самом деле, нулевой коэффициент в q. То есть, что такое q от 0? q от 0 просто q0, да. Если q от x равно q0 плюс q1x плюс q2x квадрат, мне все равно сейчас придется его расписать вот так. Тогда у нас просто дано, что q0 умножить на q0 плюс q1c плюс q2c квадрат плюс и так далее, да, равно минус c квадрат. Вот это нам дано. Вот. И теперь, ну, теперь видно, да, что действительно не может быть единица, да, q0, да, потому что тогда они, ну, у нас остатка деления на c просто будет равен единице слева, а здесь у нас c квадрат. Ну, и там наоборот тоже аналогично делается. Поэтому действительно вроде как все правильно, и здесь будет либо это c, а это минус c, либо наоборот, и сумма будет равна нулю. Это доказательство является неверным, неполным, неправильным, некорректным. Почему? Потому что из того, что, значит, α, β равно там какому-то d квадрат, не следует, что α равно d, и β тоже равно d. Ну, как бы, если мы, если, скажем так, α и β больше единицы, вот из этого не следует вот это. Ну, не следует, ну, например, там 4х9 равно 6 квадрат. Но 4 не равно 6, и 9 тоже не равно 6. Да, то есть как бы здесь что? В чем ошибка? Молчаливо, видимо, молчаливо предполагалось, но не было написано, но не было написано в условии, если я, конечно, не слепой крот, да? Не было в условии. Сказано? Сказано? Что c простое, что а минус b простое число. Вот если бы а минус b было простым, тогда да, 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 конечно, если произведение, вот основная терема арифметики, господа, если произведение равно там квадрату простого, с точки зрения знака, то каждый из них это простое число. Ну, либо одно единица, другое p квадрат, но это действительно очень быстро приводится к противоречию. То есть вот это вот как бы есть существенный изъян и прокол в этом простом решении задачи. Дальше самое интересное. Я попытался исправить. Во-первых, никто в комментариях не написал. От нее, похоже, все сломали зубы. Дело в том, да, я еще делал. Я пытался сейчас там сочинять контрпримеры какие-нибудь, чтобы прям контрпримером кинуть в коллег. Но не вышло ничего. Я не нашел контрпримера и понял, что теорема таки верна. Теорема таки верна. Может быть, физикам пофиг, что доказательства неверные. Важно, чтобы был важен факт. Я не знаю, может, так физика устроена. Простите за стеб. Но теорема таки верна. А это потрясающий, мною раньше не осознанный факт. А именно, если А, ну давайте напишем, альфа на альфа плюс бета С делится на С квадрат, то в самом деле альфа делится на С. Блин, вот оказывается, что это верный факт, независимо от простоты числа С. И для простых, и для непростых тоже. А из этого действительно все следует, потому что здесь достаточно обрубить по С, дальше все на С квадрат делится. И написать, что Ку 0 умножить на Ку 0 при плюс Ку 1 С делится на С квадрат. И вот из этого действительно можно строго вывести, и сейчас мы это сделаем, что тогда Ку 0 делится на С. Это совершенно офигенно. Ну, понимаешь, если Ку 0 делится на С, да, то вторая часть, соответственно, она тоже, получается, делится на С, да. Но если и тот, и другой делится на С, то сокращая на С квадрат, получаем, что произведение двух чисел равно минус единицы, и действительно они противоположны друг другу. И все закончено. Вот, поэтому вот мы сейчас докажем этот удивительный факт. Но, внимание, доказательство не очень простое. Доказательство чрезвычайно такое въедливое, арифметическое. И, конечно, никто не мог иметь в виду именно это доказательство. Ни от кого из пишущих из тех олимпиаду не могли его потребовать. И это просто другой уровень. Поэтому либо я не вижу чего-то тривиального вместе со всеми категорически моими подписчиками, либо коллеги ошиблись. Доказательство. Пусть С равно П1 в степени альфа 1, так далее ПР в степени альфа Р. Ну, разложение на множитель через теорему арифметики. Основную. Я буду доказывать, доказывать, что для любого И от единицы до Р альфа раскладывается как П в степени ой, альф, блин, тут альфа и тут альфа. Собака. Будет гаммой. Вот. Значит, вот теперь уже альфа раскладывается как П в степени гамма И умножить на W. То есть, что альфа делится на П в степени гамма И. Вот смотрите, я вместо того, чтобы доказывать, что альфа делится на С, разложу этот этап на простые кирпичики. Я для каждой простой группы докажу, что альфа делится на нее целиком. А дальше, в связи с тем, что они взаимно просто друг с другом, это означает, что альфа действительно делится на их произведения. То есть, делится на С. Вот что и требовалось доказать. Но вот сейчас будет вот это вот рассуждение. Значит, в самом деле, в самом деле, пусть альфа равно П и в степени, какой буквы еще не было? Р у нас еще не было, да? Нет, Р, блин, Р было. Так, это всегда, вот в теории чисел всегда так, не хватает букв. С не было. П и в степени С и, где С и строго меньше, чем гамма И. А умножаем на W, которая не делится на П и. То есть, что является, как бы, логическим отрицанием к вот этому утверждению? Логическим отрицанием является то, что П и не делится на эту вот группу. А значит, оно, если выделить П и Т в какой-то степени, то эта степень заведомо будет меньше, чем гамма И. Может быть, даже нулевая. Это пожалуйста. Но главное, что не больше, чем гамма И. Но тогда смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Вот следите за моими руками. Что вот это написано? Это написано П и в степени С и умножить на W. Можно было бы тоже написать со значком И, но бог с ним. Скобка открывается. П и в степени С и на W плюс бета П и в степени гамма И. внимание. И на что-то оставшееся, я не знаю, на Тау. Равно С квадрат, то есть П и в степени 2 гамма И. Так? 2 гамма И. Ну, умножить еще на что-нибудь. На сигму. А вот теперь собираем вместе то, что делится на П. То, что делится на П. и получаем противоречие, потому что здесь W квадрат не делится на П в силу того, на П и в силу того, что W не делится на П и. И остается П и в степени 2 С и. Заметьте, что 2 С и меньше, чем 2 гамма И. Плюс что-то, что делится уже на П и в степени С и плюс гамма И, что строго больше, чем 2 С и. Потому что С и меньше гамма И. Гамма И больше, чем С и, значит, С и плюс гамма И больше, чем 2 С и. И вот это все вместе равно П и в степени 2 гамма И умножить на сигму. Итак, после сокращения на 2 С, на П в степени 2 С и, на П и в степени 2 С и, получаем, что омега квадрат, который не делится на П и, плюс омега бета П и в степени С и плюс гамма И минус 2 С и, то есть гамма И минус С и, и это больше нуля. Равно П и в степени 2 на гамма И минус С и умножить на сигму, это тоже больше нуля. Противоречие. Потому что вот это все делится на П и, а это не делится на П и. Вот оно, вот оно противоречие. Понимаете? Этого не может быть. Значит, каждая группа, которая входит в С, действительно входит в альфа минимум в том же объеме, а следовательно, альфа делится на С. Блин, я вот 47 лет впервые узнал этот потрясающий факт. Такой вот простой факт. Рассмотрим 3 С числа. Альфа, бета и С. Нам дано, что альфа умножить на альфа плюс бета С делится на С квадрат. Из этого обязательно следует, что альфа делится на С. Прямо удивительный совершенно. Как я его пропустил, а всю жизнь занимаюсь арифметикой, блин. Вот так. Ну вот осознавайте, если кто-то найдет, ну как бы короткое решение, простое короткое решение этой задачи, которую просто никто не заметил, в числе меня, ну тогда респект. Пожалуйста, коллеги из ЛФИ, пишите, прокомментируйте про это. Ну и так сказать, если я прав, не посыпайте голову пеплом. Все ошибаются, а физикам и вовсе это позволено. Маткульт, привет!